У нас на прямой связи Евгения Марковна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с анонсированного визита Владимира Путина в Минск. Почему он решил лететь? Вот многие наши зрители обратили внимание, что обычно Лукашенко ездил к Путину, а сейчас что-то поменялось. На ваш взгляд, в этом есть какая-то особая миссия? Во-первых, давайте дождемся, чтобы он прилетел. Потому что всяких анонсов мы слышим много, а потом они не случаются. Поэтому давайте дождем, чтобы он прилетел. Второе, я думаю, что Путин уже отчаялся ждать, когда Лукашенко реально войдет в эту войну. Это такая для него непростая история. Он пытается создать эти вот эти axis of evil, как в свое время называли во время Второй мировой войны. И, значит, альянс нацистской Германии, Италии-Муссолинии и фашистской, и имперской Японии. Он пытается, ему очень важно, он пытается, для него очень важно, чтобы Белоруссия отступила в войну. Не только потому, что ему нужно пушечное мясо, хотя и это тоже, но чтобы как бы показать, что это не только одна Россия империалист, но есть еще, значит, союзник Белоруссии, который тоже в этом принимает участие. И, вероятно, он хочет таким образом уговорить белорусов, потому что это вопрос не только к Лукашенко. Мы же с вами понимаем, что вопрос вхождения Белоруссии в войну – это вопрос ближайшего окружения Лукашенко. Это вопрос его ГБшников, которые там контролируют, и от которых он сейчас абсолютно зависим, потеряв вторую ногу в Евросоюзе и возможность торговаться с гражданским обществом в том числе. То есть он абсолютно зависим от своих ГБшников, и поэтому Путин поедет говорить, если он поедет, не столько даже с ним, сколько с бывшими коллегами по КГБ. Они так рассчитывали, что они договорятся с бывшими коллегами в Украине. Мы же понимаем, что те, кто работает в СБУ, достаточно много тех, кто работал еще в КГБ или имеет концы в КГБ. А в Белоруссии смена, которая хоть какая-то произошла в СБУ, в Белоруссии это вообще не произошло. Поэтому я думаю, что он прежде всего будет разговаривать со своими друзьями-чекистами и оперировать будет именно к ним. А у него остаются какие-то реальные инструменты давления на Лукашенко и на его окружение? Потому что сначала приходилось слышать, я понимаю, что это могут быть такие дилетантские любительские размышления, что Путин может в любой момент Лукашенко сломать. Перестанет давать ему деньги, перестанет давать ему кредит. Но, как мы видим, не получается, не случилось, что Лукашенко всячески старается этого избежать. Вот именно сухопутные операции. Какие еще рычаги у Путина есть? Есть ли они? Вот ровно то, о чем я вам говорю. Потому что, понимаете, это вопрос. Я думаю, что Путин понимает, что это не вопрос только одного Лукашенко. Это вопрос белорусской номенклатуры. Я не хочу их называть элитой, потому что элита, которая была в Белоруссии, она находится сейчас в эмиграции. Но вот эти номенклатуры – это их вопрос. И, вероятно, Путин хочет им что-то такое сказать или показать какие-то ковришки, которые для них важны. Нет, ну, конечно, у них есть инструменты. Вы не забывайте, что Белоруссия все-таки во многом, бюджет Белоруссии зависим от поставок российской нефти. Поставляя российскую нефть по цене ниже рынка, а эту нефть Белоруссия перерабатывает, производит нефтепродукты, таким образом в большой степени наполняется белорусский бюджет. Раньше, как вы помните, Лукашенко договаривался еще с Евросоюзом. И Евросоюз считал, что вот может быть и хорошо иметь такое буферное государственное видео Белоруссии. И, с одной стороны, Лукашенко беседует с Путиным, и есть информация оттуда, с другой стороны, он поддерживает отношения с Евросоюзом. И сейчас все это закончилось, ничего этого больше у Лукашенко нет. Поэтому реально это вопрос выживания белорусского бюджета, а белорусский бюджет – это вопрос удержания Лукашенко власти. Потому что в какой-то момент люди в его окружении могут сказать, да нахер он нам нужен. Он ничего больше не может выбивать из Путина дешевую нефть, он больше не может, да пошел нахер, всем надоел этот, значит, полусумасшедший колхозник. Так что я думаю, что тут такая история. А что касается окружения Владимира Путина, вот вы сказали о том, что Лукашенко зависит от своего окружения, а Путин зависит от своего окружения? Или здесь другая история, другая структура все-таки взаимоотношений? Да, конечно, очень зависит. Вы знаете, я всегда, ну, это вот мой спор с многими российскими политологами, я считаю, что идентификация российского режима как персоналистский режим абсолютно неправильна. Это классический корпоративный режим. И в этом-то, честно вам скажу, одна из главных проблем этого режима, что это режим людей, которые связаны между собой не только общностью представлений о добре и зле, вернее о зле, не только империалистическим подходом в представлении о месте России в окружающем пространстве, но плюс ко всему они связаны общим образованием, общим языком, арго, да, они прошли через общие школы КГБ в разных городах Советского Союза, а потом России. Это люди, которые вот это вот и есть то, что мы называем корпорация, да, когда есть свой негласный кодекс чести, да, своих не сдавать. Что бы там ни происходило, мы друг друга поддерживаем. Это то, что замечательно, кстати говоря, Сорокин описал в «Дни опричника». Вот это вот связанное одной цепью, я уже не буду говорить какой, прочитайте последние страницы опричника, там это прекрасно совершенно показано. Так что, да, конечно, он от них абсолютно зависим. Он от них зависим и потому что это главная его база поддержки. Раньше он, Путин пытался, ровно поэтому, использовать другие ноги. Так же, как Лукашенко в отношениях с Путиным, с Россией использовал ногу Евросоюза, на которую он опирался для того, чтобы показать Путину, что он не полностью у него сидит в кармане. И то, что он потерял. Точно так же Путин пытался показывать, что вот у него там, у него есть база поддержки среди технократов или у него есть там база поддержки на Западе, или у него есть база поддержки, там, я не знаю, сейчас у него это прежде всего Иран и Корея, да. Но в последнее время, особенно после того, как он развязал эту страшную войну, он абсолютно зависим от чекистов. Они контролируют его жизнь 24-7. Они контролируют все, начиная от того, как у него работает перестантика, до того, что ему подают к столу, понимаете. Они контролируют жизнь его близких, его любовниц, его жен, его детей, внуков и так далее, и так далее. Он абсолютно, конечно, он зависит. Другой вопрос, что он является, если хотите, таким фронтменом. Он, его основная роль в российской государственной системе была роль такого разводилы. Он примерял разные группы интересов. Одних сажал, других выпускал, третьим разрешал уехать за границу, как это случилось с Чубайсом и так далее. Вот это была его очень важная роль. Он как бы примерял, это же совершенно гапсианский мир. Мир, в котором вектор, горизонт доверия очень короткий. И поэтому друг другу доверяют только по принципу либо корпоративной принадлежности, либо родственники, близкие и так далее. И то всегда можно ждать чего угодно. Поэтому нет, он совершенно от них зависимый человек. И в этом смысле это проблема. Потому что, когда у вас есть один диктатор, то с ним могут произойти всякие неожиданные вещи. Табакерка там, еще что-нибудь. А когда у вас корпорация, то вот справляться с этой корпорацией, это значительно сложнее. А что мешает совету директоров заменить председателя совета директоров, если он показывает или не показывает эффективную работу? Как мы понимаем, позиции Путина, даже внутри его корпоративного окружения, сильно упали после того, как он эту войну... Ну, блицкрик не случился, война затянулась. Это бьет, в том числе, по ближайшему окружению. Даже на таком бытовом финансовом уровне они теряют все, что у них было за границей. Что мешает его сменить по законам? Две вещи мешают сменить. Первое, то, что я вам уже сказала, отсутствие доверия друг к другу или очень короткий горизонт доверия. В национальной теории это один из ключевых показателей. Ведь для того, чтобы договориться снять председателя, как вы говорите, этой корпорации, вам надо, чтобы кто-то сказал, первый сказал, знаете, ребят, пора бы от Путина избавляться. И надо, чтобы второй собеседник сказал, да, пожалуй, Петя, ты прав, пора от него избавляться. И третий должен согласиться. Но пока третий скажет, первые два уже побегут к Путину быстрее, значит, лани, чтобы донести на друг друга. Потому что никто друг другу не доверяет. Поэтому это первая проблема, что это всегда все, любые заговоры, они очень трудные в том смысле, что они требуют какого-то доверия. И поэтому они обычно совершаются какими-то группами. Ну вот, например, Уго Чавес свергал своего предшественника. Он был, если я не помню, там, по-моему, капитаном он был. Значит, вот его рота совершила государственный перевар. Вот как это обычно происходит. Дальше. Это одна причина. Вторая причина, что нет инструмента. В советской истории известны, ну, скажем так, три переворота. Первый переворот – это отставка Берии, который собирался занять место Сталина, в котором, значит, важнейшую роль сыграл, конечно же, маршал Жуков, которого тогда называли маршалом Победы. Но главным был вот этот президиум, там, чего-то такого, там, Политбюро. Тогда не был президиум, да, Политбюро, по-моему, так он назывался. Нет, президиум ЦК ПСС. Внутри, который позволил Хрущеву договориться с другими игроками. И поскольку игроки считали Хрущева слабым звеном, то они, в общем, и при этом все боялись Берия, потому что там у Молотова жена сидела, у Калинина жена сидела там. То есть у всех бывших и существовавших тогда членов этого президиума кто-нибудь сидел, и они устали бояться. Поэтому Берия – это был общий такой вот предмет ненависти. Как в свое время Березовский в 2000 году, когда его все сдали, да, и ровно потому, что все устали ждать, когда Борис Абрамович придумает какую-то схему, в результате которой они потеряют собственность или свободу или жизнь. Второй удачный переворот был, то есть неудачный как раз переворот, когда пытались снять Хрущева. И тогда все договорились с президиумом, но Хрущев успел договориться с региональной номенклатурой, и съезд ЦК не поддержал решение президиума. И третий был удачный переворот, который уже оркестрировал глава КГБ семичастный, и он был именно, опять, был инструмент, был президиум, и тут Брежнев подготовился, и президиум проголосовал, и ЦК проголосовал за отставку Хрущева. Почему это важно? Потому что вы решаете таким образом проблему недоверия. В советской системе тоже доверие было, горизонт доверия был очень коротким, но были, были как бы оформлены институты, с помощью которых вы это совершаете. А поскольку тут важно, значит, особенно важно, конечно, иметь контроль над институтом насилия, над КГБ. Но при этом у вас было понятно, как это делается. Это был прописанный инструмент. ЦК проголосовал, президиум проголосовал, и опять у вас такая распределенная ответственность. Никто не виноват, все виноваты вместе. Мы же договорились, ребята, мы же практически помазались кровью, что теперь Хрущев плохой, а Брежнев хороший. Таких инструментов сейчас нет. В принципе, предполагалось, что будет Госсовет. И я вообще, я всегда удивлялась, когда все так говорили про этот Госсовет. Я думала, ну он что, сумасшедший Путин? Создавать инструмент для переворот, для собственного снятия. И как мы видим, Госсовет не работает, не работающий инструмент. То есть сейчас нет инструмента, который позволил бы Путина свергнуть, кроме инструмента насилия. Инструмент насилия, смотри, пункт первый, требует объединения какой-то группы людей, которые скажут, да. Еще вы не забывайте, ведь надо, чтобы они все согласились на замену. Надо же, чтобы всех договорились. Вы знаете, хорошо, там Путин с ним все, но вместо него ставим Пупкина за Валдайского. А там же разные группы интересов. Там есть группа Ковальчаков, там есть группа Чемезова, там есть группа Патрушева и так далее. Понимаете, все друг другу не доверяют. Это мы видели сейчас в истории с Собчакой, с некоторыми посадками. Вдруг главного редактора одного из глянцевых телеграм-каналов и так далее. То есть, понимаете, они еще должны договориться, что вот этот третейский судья, который будет разводить их интересы, сопрягать их интересы, он должен всех устроить. Честно говоря, даже трудно представить себе, кто в этом гапсианском мире, в этой совершенно собачьей своре, кто может взять на себя роль лидера. У нас звонок зритель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы? Здравствуйте, это Олег из Коннектикута. Здравствуйте, гримчане. Здравствуйте, Евгения Марковна. У меня два вопроса, постараюсь быстро спросить. А сейчас вы находитесь у нас в США, и вы встречаетесь со многими политологами, и вы общаетесь, и с общественными деятелями, и военными инспектами. Меня волнует вопрос, и нигде его никто не освещал. Как вы считаете, если бы пошло бы все по кошмарному, страшному сценарию, который планировал Путин, и Киев был захвачен, как бы реагировал бы Запад вот на это, как бы реагировал бы Европейский Союз, США, Канада, так называемый коллективный Запад. Никто нигде этот вопрос не освещает, нигде я не слышал, никто даже не предполагает. Вот мне интересно ваше мнение. И второй вопрос. Планируете ли вы лекции в колледжах, в университетах Соединенных Штатов? В частности, меня интересуют, конечно, Массачусетс, Род-Айленд, Новая Англия, Коннектикут, ну и до Нью-Йорка, Нью-Джерси тоже могу доехать. Спасибо большое. Да, спасибо, Лев. Первый вопрос. Ну, мы же видели, как тот же самый коллективный Запад повел себя после трехдневной войны в Грузии, в результате которой Россия практически де-факто аннексировала 20% территории Грузии, а потом после аннексии Крым. Если бы, знаете, это жестокий мир, и этот жестокий мир любят победителей. Поэтому если бы Путин сумел бы захватить Киев, убить Зеленского, заложенного и быстро поставить под контроль все украинские областные центры и оккупировать Украину к осени, то Запад, конечно, бы не признал бы этих аннексий. Конечно, было бы много заявлений, конечно, были бы санкции, но при этом начали бы каким-то образом с Путиным договариваться. Причем обратите внимание, ведь сейчас постоянно возникает вопрос о мир вам в обмен на землю. Я вам скажу, вот я действительно много с кем встречаюсь, и я поражаюсь до какой степени, особенно в среде богатых людей, в среде республиканцев вот эта идея, что, может быть, надо отдать Путину то, что он хочет, Крым, Донбасс, там, может, еще какие-то, там, Херсон, но в обмен на мир. Потому что это дорогая очень история стала для всех, поддержка Украины, потому что Соединенным Штатом они основные поставщики вооружения и основной помощи Украине. Мы говорим о десятках и десятках миллиардов долларов, это деньги налогоплательщиков. И поэтому этот вопрос все время так или иначе гудируется. Заметьте, что Эллен Маск, богатейший человек мира до последнего времени, сейчас он перестал таковым быть, но до покупки Твиттера он был богатейшим человеком мира, он же поднимал этот вопрос. Очевидно совершенно, что агенты Путина выходили и на Маск, и на других богатых людей. Это не новость, об этом говорила Феона Хилл в своем интервью. И, собственно, вот я на прошлой неделе делала большое интервью с Феоной Хилл здесь, в Нью-Йоркском университете, где я нахожусь. И она говорит, что так было, когда она работала советником трех президентов Соединенных Штатов по России и Евразии. И происходит это и сейчас, когда агенты, разного рода агенты выходят, или люди влияния, агенты влияния выходят на известных людей и склоняют их к тем решениям, которых лоббирует Путина. Так что это вопрос, и, конечно, тут честь и хвала Зеленскому, президенту Украины и украинцам, которые показали невероятный совершенно пример мужества и достоинства и способности к сопротивлению, и продолжает это показывать. Что касается второго вопроса, да, я в Нью-Йоркском университете, я, собственно, здесь вообще-то ровно для этого и нахожусь, чтобы преподавать. Это то, чем я занимаюсь, когда я не занимаюсь, когда я не в России, где мне запрещено преподавать, и когда я занимаюсь не только журналистикой. Я последние многие уже годы, то, что называется, значит, у меня две шапки, одна академическая, одна журналистская. Да, я здесь буду читать курс лекций по авторитарным режимам. Why do people vote autocrats? Почему люди голосуют за автократов? Это курс лекций будет. И второй курс, ну, так, если сильно упрощать, это история политической полиции в Советском Союзе и в России, то есть история КГБ. Да, я буду преподавать, как всегда. Я не умею иначе зарабатывать деньги, кроме как-то либо преподавать, либо заниматься журналистикой. Вопрос от наших зрителей. Просит вас прокомментировать историю с Виктором Бутом и столь стремительный карьерный рост после его возвращения. Виктор Бут не успел вернуться домой. Буквально через день он становится членом партии ЛДПР. И еще через день появляется заявление о том, что скоро отправится на территорию Донбасса, потому что его навыки там нужны. Ну, я напомню, что Виктора Бута называли оружейным бароном. И даже был снят фильм с Николасом Кейджем, где, в общем, прототипом стал Виктор Бут. Что это за история? И следует ли там искать какие-то смыслы вот именно с его возвращением и обменом на американскую баскетболистку? В прессе Соединенных Штатов его называли продавцом смерти. Теперь. Никакой карьеры Бут не делает. У Российской Федерации и у Путина очень мало возможностей демонстрировать собственный успех. И они продают Бута, прежде всего, внутри страны. Как вот, смотрите, мы своих не бросаем. Бута посадили, но мы его не бросили. И мы его выменили. И теперь мы вся... И его будут какое-то время вот так же поднимать. Послушайте, посмотрите, что они делали с Луговым. Доказано. То Луговой убийца. Доказано. Судом Великобритании. Значит, при этом его тут же назначили в Государственную Думу. Я ни о чем не говорю. Это демонстрация своих не бросаем для внутреннего пользования. Это, кстати, Путину важно и с точки зрения его корпорации. Как вы понимаете, агенты в ГБУхе по всему миру вагон и маленькая тележка. Они работают в разных конторах, в разных больших и маленьких компаниях и так далее. И для Путина очень важно, чтобы они продолжали верить в то, что Путин везунчик. Вот знаете, о нем как говорят всегда. Вот везет мужику. Вот он везунчик. Так у него все под ним получается. Ну что, вот дед держит Бога за бороду. И вот у деда как-то немножко с бородой оказалось не здорово, когда на горизонте оказался Владимир Зеленский, Украина, украинцы и ВСУ. Поэтому для него это очень важно демонстрировать, продемонстрировать всем своим агентам в разных странах мира. Ребята, вы работаете, даже если вы попадетесь, мы вас вытащим. Это первое. Что касается обмена, то на самом деле для американцев очень важно было вытащить Грайнер. Она очень популярна в Америке. Она известна очень для баскетболистской NBA. И, ко всему прочему, она афроамериканка, что, опять же, она представляет меньшинство. Американской я напомню, что афроамериканцы составляют примерно 12% населения Соединенных Штатов. Потому что иногда в России кажется, что в Америке прежде всего живут афроамериканцы. Так вот, нет, Америка прежде всего очень белая страна. И белым важно, что они вытаскивают таких, как Грайнер. В-третьих, она лесбиянка. И это было понятно, что после принятия всех этих людоедских законов в отношении ЛГБТКИУ в России, ей выжить в этих мордовских лагерях будет ужасно трудно. Не говоря о том, что она не говорит по-русски. Вообще, поэтому это был акт такого гуманизма. И мне кажется, что это очень важно. Американцы подчеркнули, что они спасают человека. Путин спасает продавца смерти. Человека, который нес гибель и смерть людям в многих странах Африки прежде всего. А они спасают человека. Другой вопрос, что когда начинались эти переговоры, была надежда, что удастся БУТА, поскольку это такой ресурс серьезный, обменять не только на Грайнер, но и на Пола Уиллана. Но российская сторона заявила, что Уиллан шпион, хотя американцы это, естественно, отрицают. И они готовы шпиона обменивать только на шпиона. А у американцев сейчас там некоторое количество сидит. А что касается агентуры, потому что вокруг того, сколько у Путина разведчиков, как устроена эта система, нелегалы, кроты и так далее, много легенд, но, конечно, это такая закрытая информация. Ну, появляются вот такие мнения. В частности, я просто уже перехожу к истории с телеканалом «Дождь». Когда Янис Сарц, это глава Центра стратегических коммуникаций НАТО в Латвии, он сказал, что была информация, что, возможно, на телеканале «Дождь» работал агент российских спецслужб. То есть там КРОТ, не знаю, агент влияния и так далее. И СГБ, служба госбезопасности, якобы об этом сообщала. Мы не можем это проверить. Вообще, что касается спецслужб, это такая сложная и закрытая информация. Насколько вероятно, что там, не знаю, на «Дожде», где-то в либеральной среде, в каких-то там движениях, обществах могут быть внедренные агенты, как вы считаете? Насколько Путин глубоко проник? 100%. Конечно, работал. Обязательно был КРОТ. И, собственно, на «Дожде» люди знали, что как только какая-то происходит история внутри дождя или с дождем, тут же сливается звук или расшифровка внутренних разговоров, например, Бургаретти Симониан в РТ, 100% что там был КРОТ и есть КРОТ. Я должна вас расстроить, но я боюсь, что и в латышских дниде, неважно государственных или частных, тоже сидят КРОТЫ. Если вы вспомните, если вы посмотрите историю радио «Свободы», которую называлось как-то Radio Free Europe, которая вещала из Мюнхена, там две трети сотрудников было КРОТ и КГБ. Господин Кулистиков, который разрушал НТВ, между прочим, до этого работал на «Свободе». И не он один. Так что это не новость. Конечно же, и в этом смысле я понимаю страхи руководства стран Балтии и людей в Балтии, что они боятся, что вместе с этими сотнями бегущих из России мужиков к ним прибудет некоторое количество ассасинов из групп, которые могут устроить маленький тихий переворот. Мы помним, что для того, чтобы взять дворец Амина в Афганистане, много не потребовалось. 80 человек группа «Вымпел» брала дворец Амина, при том, что он был очень сильно защищен, как во всех такого рода восточных автократиях. Поэтому я понимаю, я как раз понимаю страхи очень хорошо. И другой вопрос, что привязались-то не по делу совершенно, как к дождю. И такой подарок Путину и его пропагандистам, какой сделали латышские власти, отозвав лицензию у дождя, ну просто ребята пьет шампанское. Я считаю, что Путин должен послать министру иностранных дел Латвии, главу комитета, который отозвал лицензию, просто ящик хорошего шампанского и большое благодарственное письмо. Ну, кстати, о шампанском. Ведь Путин, может быть, вы меня поправите, но я не часто видел Путина с шампанским в кадре. И он появился перед камерами с бокалом шампанским и честно сказал о том, что да, мы наносим удары по критической инфраструктуре Украины, потому что они начали первыми. Это была спланированная акция, не знаю, условно подготовленная Песковым, да, давайте вот делаем такое. Или это что-то другое? Как вы можете этот эпизод прокомментировать? Песков ничего не подготавливает. Песков исключительно исполнитель, и это Путин ему говорил. Я сейчас там выйду и скажу. Понимаете, Путин периодически делает трэш из Пескова публично и называет его всякими словами. Нет, я думаю, что он действительно немножко поддал. Это с ним, опять, мы с вами совершенно, это чистое гадание. Я знаю конкретно о двух случаях, когда он был в усмерть пьяный, разговаривал с людьми, с которыми я говорила. Он себе это позволял. Когда он себе позволял сидеть там, развалившись в кресле, рубашка открыта до пупа, и он разговаривает совершенно практически по фетофейке. Так он разговаривал, по моим данным, с Чулпан Хаматовой, так он разговаривал с тогда еще бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, когда его как раз Никиту Белых назначили губернатором Кировской области. И Путин встретил Белых словами, ты че такой толстый? Так что нет, он бывает, насколько я понимаю, он может быть пьяный. И, конечно, было видно, что он поддатый. Но я не думаю, что это хоть как-то повлияло, что значит честно. Путин сказал, да, я разрушаю, я уничтожаю Украину. Вот что он сказал. И буду продолжать ее уничтожать. У них был вариант, сказал Путин, либо мне отдаться по любви, ну, по принуждению. Такой насильник, сукин сын. Либо я растерзаю тело Ниньки Украины окончательно. Вот ровно это он и пытается сейчас сделать. Он пытается показать, что он уничтожит Украину. Так не достанется-то никому. Вот что он делает. Мерзавец. Абсолютный мерзавец. Мне даже как-то, когда вы сказали, Путин честно сказал, меня даже покоробило. Потому что этот человек ничего честно не делает. Смысл его профессии, смысл его существования это выступать в роли дьявола. Ну, честно, я согласен, это слишком благородное слово. Просто какие-то вещи старались завуалировать. Объяснить, что это мы делаем, потому что, потому. А здесь ничего. Все, мы бьем, потому что можем, потому что хотим. Вот, кстати, возвращаясь к теме бакала. Его образ сформировался вокруг того, что я спортсмен и так далее. Вот как говорит Игорь Яковенко, такая организованная спортивность. И алкоголь вроде как не предусматривался, потому что это вот не очень хорошо с точки зрения. И здесь вот он выходит и говорит то, что говорит. То есть уже все маски сброшены. Даже понятно, что эти маски уже многие и не видели. Они были прозрачные. Но, тем не менее, он просто это сбрасывает. Вот вопрос, почему сейчас? Вот это мне было интересно. Никакой организованной спортивности не было. Образ Путина формировался как антитеза Ельцину. Вот я все то, что не Ельцин. Ельцин был алкоголик. Я не алкоголик. Ельцин был толстый и с животом, а я мачо. Ельцин не мог себя заставить работать и работал с документами на даче. А я, значит, провожу совещание нон-стоп и так далее. Вот же на чем устроился весь этот образ. На антитезе Ельцина. Но ему сейчас это уже не требуется. Понимаете? Он продает себя. Я такой же, как вы. Только я умнее, сильнее, и у меня больше возможностей. А что касается его дочерей, есть ли какой-то расчет у Путина на них? Ну вот Екатерина, то, что пытались ее поставить на определенные должности. Он делает на них ставку, как, не знаю, на преемников, на соратников, на союзников? То есть какую роль они должны выполнять? Нет, не думаю. Об этом много говорили, что вот он чуть ли не Екатерину Тихонову не планирует сделать премьер-министром. Ушли такие разговоры. Я думаю, что это не более чем вброс. Это такие, знаете, тепловые ракеты. Нет, не думаю. Он вообще, он же... Путин, понимаете, это же вот классика вот этого КГБшного жанра. Место бабы на кухне и в постели. И в этом смысле он не делит женщин на своих и чужих. Вы много видите, чтобы Алина Кабаева занималась какой-то высокополезной деятельностью? Ну, нет, конечно. Нет, это совершенно такая вот мачо, мачо культура, да, культура спецслужб, культура вот этой КГБ, политической полиции. Она не предполагает... Роль женщины там четко определена. Но ведь, если опять же вернуться к теме скреп, вот то, что постоянно звучит, и Путин как раз для тех людей... Вот продвигается вся эта история, ЛГБТ отрицается, там, не знаю, должен быть муж, жена, там, какой-то уклад и так далее. Ведь Путин все это отрицает. То есть он не показывает первую леди, я назову это благородным таким термином. Он не показывает, с кем он, где он. Вообще о его личной жизни ничего не известно. В отличие, кстати, от американских президентов, где вот эта культура там... Вообще западная института, да, первая леди, у нее есть своя программа и так далее и тому подобное. Вот как это уживается в голове этих людей, которые продвигают вот все эти христианские ценности и прочее, там, жизнь вне греха, а не во грехе и так далее? Ну, они, конечно, люди свального греха как раз. Знаете, я вот как-то, я помню, кого-то я спрашивала по поводу отношения Путина с Богом, и один из моих собеседников мне сказал, послушай, ну, конечно, он ни во что не верит. Я не знаю, не хочу влезать, знаете, последнее дело влезать в голову диктатора. Мы можем говорить о том, что может служить побудительными мотивами, но мы не можем знать, конечно, внутренних мотивов, которые им движут. Я не честно вам скажу, ну, понятно, почему премьер-министры в парламентских республиках, президенты в президентских республиках, в демократических странах обязаны делать свою личную жизнь открытыми, потому что они находятся на содержании у налогоплательщиков. Налогоплательщики говорят, мы вас содержим, будьте любезны, мы хотим знать, в каком состоянии ваш мозг, деменция у вас, не деменция, какие у вас счета, недвижимость и так далее, и так далее. Путин же совершенно не подотчетен никому. Он всем говорит, наоборот, вся, собственно, российская экономика построена на том, что доходы бюджета, прежде всего, это нефть и газ. Другими словами, он говорит российским налогоплательщикам, да я в гробу видал ваши банки, что мне от ваших денег? Вы тут ничто. Это я вас содержу, а не вы меня. Почему он нас содержит? А потому что он копает, значит, достает нефть из земли, и почему-то он считает, что это принадлежит ему. Ну, это вот, хотя в Конституции Российской Федерации недра принадлежат российским гражданам. Как вы понимаете, никакой Конституции нет. Он ее полностью разрушил, разрушил этот Конституцию совершенно окончательно. Вообще, Путин войдет в историю как человек, который деинституализировал Россию. Совершенно. Никаких институтов больше нет. Ни института законодателей, ни института президентской власти, ни института Конституции, ни института юриспруденции, ни института суда, ни института закона. Ничего нет. Он уничтожил все. Он уничтожит все. Поэтому, знаете, моя большая мечта, не то, чтобы его свергли, не то, чтобы мы перерезали горло, а я хочу увидеть Путина в Гаге на скамье подсудимых. Вот так, как Югославию увидела Милошевича. Или там военных преступников Югославской войны. Вот я хочу, чтобы мы увидели Путина на скамье подсудимых, чтобы ему вынесено было обвинение, чтобы было доказано, что он виновен в преступлениях против человечества и человечности. так что... Вот. Так что, знаете, Путин... И, простите, я уже забыла, с чего мы там начали, потому что... Мы, на самом деле, подошли к теме, которую я хотел бы продолжить. Вот вы сказали про уничтоженные институты, и когда вы это говорили, я подумал, а что с церковью? Вот русская православная церковь. Она сейчас... Ну, вот складывается... Я человек неверующий, да, поэтому я смотрю на это как на институцию. Мне кажется, что это абсолютно несвободная структура. С другой стороны, есть же опыт выживания православной церкви в Советском Союзе, когда она, в общем, и подвергалась гонениям. Просто я пытаюсь понять, как иерархи церковные приняли и стали, в общем-то, подконтрольны человеку вот именно в этой светской парадигме. Потому что, ну, в моем, опять же, представлении у них один начальник, и у этого не Путин. Но здесь получается, что Путин. Вот что произошло с этим институтом и какую роль он сейчас выполняет? Вы знаете, когда-то я очень много занималась различными конференциями, когда закончился Советский Союз, мы, и тогда я делала фильм «Страна под колпаком». Вы будете смеяться. Моим соавтором была Татьяна Миткова, которая сейчас возглавляет или возглавляла информацию на одном из пропагандистских каналов. И тогда очень много появилось документов, которые касались самых разных конфессий. Все абсолютно конфессии, иерархи всех, без исключения конфессий, были ставленниками КГБ. Все, без исключения, руководители конфессий докладывали своим кураторам в КГБ о своей пастве. Все, без исключения конфессии, стучали на свою паству. Я делала интервью со старостами церквей, которые рассказывали, как они исповеди своих прихожан передавали в КГБ, как они сообщали в КГБ о тех людях, которые крестили своих детей или отпевали своих близких, чтобы при советской власти было, значит, для людей с паркбилетами было преступление. Что кас нынешний руководитель РПЦ в советское время был епископом, как говорил отец Георгий Адельштейн, все, без исключения епископы, были агентами КГБ. О нынешнем руководителе РПЦ в целом ряде показаний говорилось, что он возглавлял отдел внешних сношений русской православной церкви. Это отдел, который непосредственно выполнял указания КГБ. Этот отдел рассылал молодых священников в различные теологические школы на Западе для того, чтобы они постепенно росли и возглавляли приходы в различных церквах по всему миру. Еще раз повторяю, это касалось не только РПЦ, это касалось и иудеев, и мусульман, и адвентистов седьмого дня, и ну вот назовите конфессию или направление, и я вам назову, когда там был поставлен во главе какой-нибудь там капитан или майор КГБ. Поэтому говорить о, и уж, конечно же, после того, как во главе российского государства встал КГБ, стал совершенно понятно, что возглавлять различные институции могут только люди, кому корпорация доверяет. И в этом смысле именно поэтому вот, хотя Редигер, предшественник нынешнего главы РПЦ, его кодовое имя было агент Дроздов, и к нему было очень много претензий, в частности, по подавлению восстания псковских монахов и сопротивления псковских монахов в свое время еще, так сказать, во времена глубокой советской власти. Так что, к сожалению, меня это совершенно не удивляет, но мне кажется, что у всех людей свои отношения со Всевышним, и какое они при этом, и это, так сказать, их выбор, выбор доверять чиновникам, которые возглавляют различные конфессии. Давайте я так осторожно скажу, РПЦ не моя конфессия, я не имею никакого отношения к этим товарищам, и слава Богу. Ну что ж, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в прямой эфир. Евгения Альбац была с нами на прямой связи. Благодарим вас и до следующего разница. Всего доброго. Спасибо.